Новенькое трехэтажное здание на территории девятой школы выросло буквально на глазах и не оставило сомнений даже самым закоренелым скептикам. Уже в декабре 2017 строительство будет завершено, а ведь котлован под корпус начального образования был вырыт совсем недавно, в апреле. Работа на этой очень важной для города стройплощадке не прекращается при любых погодных условиях. Разумеется, затянувшиеся дожди в конце весны и июня внесли свою неблаговидную лепту, но затем небесная канцелярия позволила наверстать упущенное. Ход работ на выездных совещаниях систематически контролирует глава Армавира Андрей Харченко. Вместе с ответственными специалистами он определяет первоочередные задачи и вникает в каждую деталь. Ставится бордюрный камень, эту зону делают тепловые. Мы делаем вот нашу зону. Это наш сарай. Бордюром отбиваем, а это асфальтируют тепловые сети. В настоящий момент на крыше здания вовсю трудятся кровельщики, а внутри работают бригады отделочников. Корпус школы возводится по типовому проекту, который соответствует современным требованиям к организации образовательного процесса. Здесь планируется разместить начальные классы, спортзалы, столовую. Когда в новое здание переведут младшие классы, в старом освободится место и уроки можно будет проводить в одну смену. Сейчас в школе занимается свыше 700 ребят, а рассчитана она всего на 350. Строящийся корпус даст образовательному учреждению 400 дополнительных мест. Одновременно со строительными работами идет благоустройство прилегающей территории. Когда речь идет о детях, мелочей быть не должно. Участники выездного совещания обсуждают даже то, какие деревья лучше высадить. На территории предусмотрен экологический фитоуголок. Уже смонтировано оборудование на спортплощадке. Здесь школьники смогут заниматься легкой атлетикой, игровыми видами спорта. Установлены тренажеры. На возведение нового корпуса начального образования девятой школы в общей сложности будет потрачено свыше 300 миллионов рублей. Марина Белова, Евгений Халманских, служба информации канала РЕН-ТВ Армавир.